Эпопея с тендерами на сдачу в аренду коммерческих площадей в международном аэропорту Кишинёва может скоро закончиться. Глава агентства публичной собственности Роман Кожухарь заявил, если в тендере, который проводится уже в четвёртый раз, примет участие только одна компания, то её могут объявить победителем. Это решение комиссии, а не агентства публичной собственности. Её члены независимы и свободны в принятии решений. Они приняли решение о продлении, чтобы обеспечить прозрачность процесса и дать возможность другим компаниям участвовать. Решение продлевать на их усмотрение, но, скорее всего, тендер будет продолжен. Тендер назначен на 22 октября. Срок подачи заявок на участие ранее был продлён до 19 октября. Аукцион продлевают уже в четвёртый раз из-за того, что готовность участвовать в конкурсе ранее выразила лишь одна компания – французская «Лагардер». Для того, чтобы расширить круг претендентов, условия пересмотрели. Мы изменили лоты, разделив их на два, предоставили возможность для аренды на более длительный период, о чём просили другие компании из Европейского Союза, желающие убедиться в предсказуемости бизнеса. Срок аренды был продлён до пяти лет, лоты разделили на два. Условия упростили, чтобы дать возможность убедить большее число потенциальных участников этого аукциона. Напомним, что вокруг проведения тендера на сдачу в аренду коммерческих площадей в Международном аэропорту Кишинёва разразился крупный скандал. Блогер Евгений Лукинюк утверждает, что конкурс был сфальсифицирован, а французская фирма заранее заключила сделку с молдавскими властями, чтобы его выиграть. По его данным, технические условия были разработаны на основании брошюры о компании «Лагардер», которую агентство публичной собственности получило ещё весной 2023 года, сразу после того, как государство взяло на себя управление Кишинёвским аэропортом. Лукинюк считает, что именно поэтому единственным участником тендера до сих пор была только «Лагардер». На просьбу пятого канала ответить, насколько эта информация соответствует действительности, глава агентства публичной собственности категорически опроверг обвинения. «Это ложь. Ложь я не комментирую». Ситуация с проведением тендера вызвала критику и со стороны политических экспертов и гражданского общества. Некоторые из них обвинили министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну в лоббировании интересов компании «Лагардер». Сам он эти обвинения отвергает. Добавим, что прокуратура по борьбе с коррупцией проводит уголовное расследование по делу о тендере на аренду коммерческих площадей в Международном аэропорту Кишинёва. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok